Всем привет! Это Таня Матань на канале Позитивные Идеи. Сегодня будут лайфхаки для отдыха на природе и на даче. Все лайфхаки протестированы на отдыхе. Мы отдыхали дикарями. Если вы собираетесь на природу, то они вам обязательно пригодятся. Некоторые лайфхаки можно применять, например, и на даче. Первое – это подготовка. У нас была огромная компания, 26 человек, половина детей и взрослых. Поэтому у нас была серьезная логистика. Первая наша хитрость, уже не первый год мы это делаем, это заморозка компота. Берете компот, навариваете обыкновенную бутылочку, полуторалитровочку, потому что она помещается в мою сумку-холодильник. И замораживаете. Вам позволит это сэкономить на соках, потому что дети пьют невероятно много, особенно на природе. Этот сок хранится 3 дня, пока он размораживается. То есть вы его вытащили в течение суток. Он вполне пригодный, потому что там продолжает растаивать лед. Он является таким генератором. И это позволит вам сохранить подольше то, что портится. Мы всегда выкапываем погреб. В этот раз нам повезло, погреб уже был в том месте, где мы были. То есть до нас была полянка, это было занято такими же людьми, как мы, которые серьезно подходят к отдыху. И следующий лайк-хак тоже связан с заморозкой. Это заготовки льда. Мы все термосы, которые у нас только есть, мы заготавливаем туда лед. Вот прям вот просто кубики льда напихиваем в термосы и берем с собой. У нас была опять же сложная логистика. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. У всех в разное время начинался отпуск. Разное количество времени были на острове. Но каждый, кто приезжал к нам, он приезжал со льдом. Опять же, охлаждательные напитки. И не только детские, но и алкогольные. Несмотря на то, что мы в Волге охлаждали все напитки и арбузы. Но все-таки жара есть жара. И вы прям скажите мне спасибо за такой лайк-хак. В прошлом моем видео я показывала, как делать вишневку. Так вот, вишню мы заморозили и взяли с собой для того, чтобы кидать в шампанское. Охлаждение и приятный вкус. Два в одном. Главное, чтобы эту пьяную вишню случайно не попробовали дети. И покажу, как я запаковываю одежду. Вещи я аккуратно складываю и затем сворачиваю в рулончик. Когда я их достану, они не будут мятыми. Я беру одну футболку и делаю из нее кармашек. Это позволяет сортировать вещи. И на отдыхе уже проще их доставать. Можно разделить футболочки отдельно. А можно разделить по людям, которые едут, чтобы вещи были раздельны. При этом, если вы затянете рукавами, то будет более компактно и мало места займет в вашей сумке или чемодане. Про крупы. Крупы мы берем в пакетиках уже не первый год, потому что, когда варишь в котелке, чтобы не супа, каша, знаете, такая получилась, а все-таки вы достаете пакетик. Это достаточно удобно и порционно легче разделить на количество больших людей. То есть, все-таки пакетики, несмотря на то, что они чуть дороже, но они функциональнее и ими удобнее пользоваться на острове. Отличные сладости. Тоже мы берем очень часто сладости, которые разделены на небольшие такие вот пакетики. К ним относятся утренние печенья и еще некоторые печенья. Потому что, когда дети берут, достают целую пачку, пачка разлетается, вот она растаивает. Когда берется вот таким вот пакетиком порционно, более-менее расход печенек уменьшается. То же самое относится к шоколаду. Шоколадки порционные, к ним относится алебка, к ним относится вдохновение, которые разделены на маленькие такие порции. Нет, а этот шоколад, если вы его будете оставлять в тенечке. Вещь, которую я не пожалела, что взяла, это кармашки и навесные полочки, которые вот просто в шкафу вы используете. Если они у вас есть, возьмите обязательно, потому что вот все брать из сумок не очень удобно. Получается такой бардак. У меня была навесная полка, которой пользовался только ребенок. Я все его вещи там разложила. В кармашке я разложила там мелочи, там какие-то прищепки, фонарики. И всегда вот эти вот кармашки были мне нужны, и я прям не жалею. И, конечно, веревка, на которую все вешать. Веревочку хорошую, крепкую возьмите, потому что все время что-то сушите, что-то повесите. Лично, что я взяла, это силиконовая посуда. Вот силиконовая посуда, она рулит. Мне нужны какие-то большие емкости. У меня емкость для овощей уже очень давно. Не знаю, где такую же брать, потому что как только ее увидят, мне все время спрашивают, где вы такую взяли? Нам тоже такая нужна. Она у меня внизу с дырочками, то есть и макароны сливать ей классно, и душ принимать, потому что берешь и дети ей играют, и овощи мыть. Все в ней очень удобно. И она складная. Вот складные силиконовые вещи очень-очень удобно. Силиконовая воронка у меня складная, стаканчики у меня тоже силиконовые складные. Все действительно это удобно и занимает меньше места, потому что, когда вы загружаете все в машину, у нас и верхний багажник был заполнен, и все вообще впритык, то такие вот вещи, которые вы компактно складываете, они действительно имеют значение. Про пенки сразу скажу, потому что у нас были пенки, которые складываются и которые рулоном. Когда в магазине рулоном закручено, они смотрятся одинаково. На самом деле, когда вы их потом будете сворачивать, то вот эти вот складные пенки, они действительно смотрятся компактно, но на них неудобно спать. У нас была палатка, у нас надувной матрас и пенки. Пенки кладутся сверху, когда холодно, для того, чтобы сверху надувного матраса. Если жарко, то пенки кладутся под надувной матрас, но эти хитрости, как правило, многие знают уже, кто постоянно отдыхает. Все-таки, несмотря на то, что те занимают больше места, для сна удобнее использовать пенки плоские, а вот на пляж куда-то выходить вот такие вот складные. Ленадувного матраса очень хорошо использовать просто не с резинкой. И еще один маленький лайк-хак. В них удобно и заворачиваться. Ты тогда не раскрываешься. Если вот эти резиночки ты обернешь вокруг своего тела, они как бы натягиваются, и ты оказываешься в таком коконе. Очень прикольно так укрываться в жару. Такие вот пакетики. Видите, они похожи на шапочку от душа, но сейчас они продаются. Причем у них наборы разного размера, разного диаметра. Это одевать на тарелочки и так далее, чтобы песок не попадал, чтобы осы туда не залазили. Это действительно очень удобная вещь для дачи. Они многоразовые. Классно сгущенку закрывать, потому что осы вообще вот только ты ее откроешь, и все, они налетели. Поэтому эти действительно пакетики и в Ашане они есть вообще во всех супермаркетах. Просто присмотритесь, и вы поймете, как они выглядят. Они в картоновых таких вот, я видела, упаковках, где вот несколько вот таких вот пакетиков, набор обязательно на лето или на дачу, или на отдых, он вам пригодится. И, кстати говоря, про ос. Мы делали разные осоловки. То есть вот, когда я смотрю некоторые лайкхаки, у меня иногда возникает вопрос, а зачем? То есть вот вроде он такой интересный, крутой, и вот смотреть на видео нормально, но когда реально тестируешь на природе, это не срабатывает. Ну, например, осоловки. То есть очень часто делают лайкхак, и он в сети распространен. Когда делают осоловку, вот просто там срезая бутылку и переворачивая вниз дном. Так вот, осы туда и залетают, и вылетают нормально. Сейчас осы очень образованные. Они прекрасно оттуда вылетают. И мы сколько ни пробовали вот таких вот осоловок делать в домашних условиях, у нас осы туда не особо залетали. Хотя мы туда использовали все возможные наполнения. И мясо мы туда клали, и сгущенку наливали, и жидкости всякие разные, и соки, и мартини, и вот все вообще, вот все, что они пробуют на столе, значит, что набрасывается в осоловке, они все равно не очень хорошо. Лучшая осоловка – это оставшаяся банка сгущенки. Вот чуть-чуть там остается на дне, оставляете, и вот в нее очень хорошо осы попадают. Не надо ничего мудрить, хитрить. И потом количество ос у нас уменьшилось, потому что сначала была вообще какая-то катастрофа. Просто оставляйте баночку, и до свидания выгидывайте вместе с осами. Еще что стоит брать с собой, когда у вас большая компания. Туалет, потому что много народу, как бы вы не размещались, либо рядом будет какая-то компания, либо вы вот так вот поставите палатки, что все равно места будет не так много. И чтобы все это было комфортно, мы в этот раз решили прям скинуться, и у нас это было в общем бюджете. Тысячи две она стоит, вот это вот сооружение, но оно действительно закрывается, и как-то все используется по назначению очень хорошо. Причем ребята загнались, сделали у него стульчак, потому что они приехали на катере, и вот решили, что отдых должен быть с абсолютным комфортом. И, кстати говоря, привозили и доски, делали стол у нас был тоже, специально его сколачивали, что тоже удобно. Дальше по туалету. И для того, чтобы не было запаха в туалете, потому что, ну представляете, жара, такая толпа народа, и на дачах, кстати, тоже очень применимо. Лучше всего использовать залу. Каждый день вы готовите на костре, и очень много залу. Мы сначала ее выбрасывали в Волгу, ну потому что нужно очищать костровое место, и потом мы стали ее выбрасывать в туалет. Причем до этого мы засыпали песком, то есть, ну вот, там с какой-то периодичностью немножко присыпали песком. Да, лучше, запах не так распространяется, но когда мы стали использовать залу, это веб-бест. Вообще практически никакого запаха. Умывальник. Вот тоже очень много вот это вот ходит видео в соцсетях, и у меня все время бывает вопрос, а зачем, когда можно проще? То есть, берется пятилитровая бутылочка, и, кстати, и на даче тоже так же можно делать. Делается небольшое отверстие, мы делали раскаленную отвертку, и просто немножко накалили ее на огне, проткнули дырку, все хорошо и повесили. Но, когда она висит, как правило, вы будете вешать на ветку. И во всех лайках показывают, что вот эту вот крышечку нужно открывать. Но, представьте себе, когда вы открываете эту крышку, вся вода вытекает практически. Во-первых, ее неудобно, она на ветке висит, к ней подлезть неудобно. Только на видео это все красиво. На самом деле, нужно просто нажимать на сам пластик, на боковиночку, и вода прекрасно течет. И когда вы уберете, вода перестанет с этой дырки течь, потому что уравнивается давление, нет поступления воздуха, когда крышка закрыта. И вот в таком виде, в маленькую дырочку, ничего не будет вытекать. Мы этим умываликом замечательно пользовались, так что рекомендуем. Еще один для меня странный лайк-хак, ну, потому что я все пересмотрела перед тем, как ехать в отпуск. Это когда в чулок кладут мыло, для того, чтобы использовать это как мыльницу. Ребята, специально чулок вы на пляж не возьмете, вот куда-то, да. То есть это значит, вы должны взять это специально. Для чего это делать, непонятно. Вот лучшая мыльница, потому что умывание вообще происходит в основном на реке. Вот лучшая мыльница вот такая. То, что угодно, любой формы можно вырезать из пластика, и это будет удобно, и подвесить, и никакого чулка совершенно не нужно. Мне кажется, это вообще, ну, просто прикольный лайк-хак, но на природе неприменим. Все-таки пластика, берете бутылок очень много, и умывальник вы сделаете, потому что вы воду с собой, скорее всего, берете питьевую, и какие-то соки берете, и поэтому из чего-нибудь мыльницу-то можно сделать и вырезать. Говоря про туалетную бумагу, которую тоже нужно где-то разместить, очень много я видела лайк-хаков, когда вот, да, из бутылки вырезают, и там делают, чтобы как-то вот вытаскивать вот эту вот туалетную бумагу, чтобы вот она как-то вот красиво вытаскивалась. Вообще, это не имеет значения на природе. Кроме всего прочего, в бутылку не влазит целый рулон туалетной бумаги, для того, чтобы сделать такой лайк-хак, протестировать ее. Нужно смотать в туалетную бумагу, чтобы она была меньшего размера и помещалась в эту бутылку. Вот банки из-под майонеза, знаете, такие пластиковые, литровые, вот в них прям притык, но целая туалетная бумага помещается. И для того, чтобы не намочиться, их лучше использовать, потому что у них есть крышечки. То есть вот как раз на природе важно, чтобы утром вы встали, ночью вдруг прошел дождь, и ваша туалетная бумага не была мокрой. Поэтому главное, не как она будет вытаскиваться, если она будет хоть чуть-чуть торчать, она намокнет. Поэтому этот лайк-хак, он может быть актуален для дачи в закрытом помещении, где уже есть крыша, и это все не намокнет. На природе возьмите вот там большую банку с чем-нибудь, что-то вы используете на природу, майонез, либо там капусту соленую, которую вы можете съесть, ну все что угодно в этой банке, и когда она у вас закончится, положите туда туалетную бумагу и накройте крышкой. И просто поставьте на землю, ничего с ней не случится. Вот это самый применимый лайк-хак для туалетной бумаги. Если вы отдыхаете с детьми, то первое правило спокойного отдыха, это продумать, чем будут заняты дети. Если дети будут заняты, то ваш отдых удался. Вот я в этом году, кстати, была менее всего подготовленной. Да, я взяла книг немножко, я взяла для песочницы всякие там гаджеты, из которых делают всякие разные куличики. У нас были зонтики для тени, потому что невозможно без зонтов и без утенения на пляже. Но больше всего я огромную благодарность я выражаю мамам, которые набрали настольных игр, потому что они действительно нас спасли и сделали наш отдых незабываемый. Про все игры я обязательно буду рассказывать в своем детском профиле дети Тани Матане. И, конечно же, я все покажу, чем вы занимались на влоговом канале Эхо Лайф. Во влогах у меня два влога про Волгу, очень хороших, очень душевных. Не забывайте посмотреть, ссылочки я оставлю внизу в описании. И когда будете готовиться к отпуску, и когда будете готовиться к отъезду, то помните, что нужно готовиться не только к самому отпуску и к самому отъезду, но и к возвращению, потому что, как правило, возвращаешься усталой после дороги и в холодильнике с шаром покати. Поэтому запас еды на возвращение это тоже этап подготовки к отпуску. Я заморозила в зажаренную курочку и когда мы вернулись, я была очень рада, что заранее подготовилась к окончанию отпуска. Всем пока! Это Таня Матаня на канале Позитивные идеи. Не забудьте посмотреть мое видео про гаджеты для природы, потому что я опять же смотрела лайк-хаки, когда там разводят костер в банки. Это, знаете, это вот на большой природе вы не будете это делать. Это если вы случайно там оказались и вам действительно что-то нужно разжечь и у вас там, допустим, алюминиевая банка под рукой. Но этот лайк-хак на природе неприменим. Поэтому я поделилась тем, что действительно протестировано и что работает. Посмотрите видео про гаджеты, чем лучше разводить костер, как лучше заряжать телефоны, потому что, опять же, мы использовали тот же гаджет, что и в прошлом году от солнечных батарей и все были от него в восторге, но я про него рассказывала уже в предыдущем видео. Ссылочка внизу будет в описании и в конце этого видео в виде ярлычка. Всем пока! Это Таня Матаня на канале Позитивных идей. Желаю, чтобы ваш отдых удался так же, как наш. Субтитры сделал DimaTorzok